Друзья, вот я еду в Айове, или Айова, как это называют? Вечер уже вечереет. Вот машины две впереди едут. Первая машина, значит, меня обгоняла женщина. И это самое, посмотрела так в окно и помахала рукой, что, в принципе, никогда не бывало. И тогда я понял, почему. Потому что она, в принципе, уже не первая, уже несколько человек. И мотоциклисты проезжали днем в Небраске. Другие тоже самое мне, внимание какое-то оказали, поздоровались. Хотя меня обгоняли. И я понял, вот почему. Потому что они видят, кто едет, и что я везу. Они видят, что я везу военную технику. И вот они, возможно, думают, что я вояка, солдат или еще что-то. И они здоровают, приветствуются. То есть знак уважения. Армии американцы всегда оказывают. Знак внимания, уважения и почести. Всем своим военным защитникам. Все нормальные американцы всегда оказывают. Это я видел в магазинах, в каких-то шаппинг-центрах, где военных встречал. И видел, как люди к ним относятся, как реагируют на них. В ком-диво там, в хозяйственных магазинах видел. Ну, приходилось. И как их обслуживают. Как просто люди с ними здороваются. Когда с простым человеком мы не поздоровались никогда. Ну, может, и поздоровались, если его знают. А так просто... Ага. То вот такие дела, друзья. Я стал уважаемым человеком, пока я везу военную технику. Несколько раз, и вчера, и сегодня, я ощутил, увидел от людей знаки уважения, почтения. Американцы чтят своих военных, которые отдают жизнь свою за свободу. Свободу в этой стране. Слава Богу за эту страну. Но самое главное, слава Богу за то, что сейчас в верхнем экране. За небо, за эту небесную страну, которую Господь обещал всем возлюбленным своим. Всем возлюбившим Его в этом грешном, развращенном мире. Тем, кто поверил Ему, тем, кто доверился Ему, тем, кто поверил в то, что Он отдал Своего Сына за нас, за меня, за наши грехи, заплатил кровью за Ему. Бог дает такую величайшую милость – жизнь вечную. Поверим. В этом и есть благодать Божия. И милость. Слава Ему во веки. Благословен. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Будь благословен и прославлен во веки. И вот везут эти самые столбы. Столбы на витряки. Часто вижу тут и лопасти везут, и столбы на витряки. И очень много витряков. Генератор витряных. Ну все, друзья, до встречи. Скоро Аеу проеду. И будет следующий штат. Там, где Чикаго находится. Иллинойс.